Марафон в Омске – настоящий массовый праздник. 27-й по счёту сим был посвящён 300-летию города. И те, кто стояли в первых рядах, боролись за историческую победу. Эта история зародилась давно. И сегодня хотелось бы, чтобы мы в 300-летие города Омска побили рекорды, которые были установлены. Вообще беговые соревнования – это история о шести чемпионах, победителях и победительницах на трёх дистанциях – 5, 15 и 42 километра. Из главного створа стартовали 1169 бегунов, 578 – на основной марафонской. Но самой массовой по традиции была пятёрка. Путь от Соборной площади по Аджиникидзе, Митромосту и обратно преодолели 7936 человек. Первые финишёры прибежали через 14 минут. Спустя ещё 20 бегуны уже массово возвращались к точке отправления. Одними из первых прибежали хоккеисты-молодёжки. Одно из главных мест занимает бег, потому что это функциональная подготовка любого хоккеиста. На предсезонках вся команда бегает, тренируется. Лидерские позиции с первых же километров основной марафонской захватила Марина Ковалёва. Именно эта победа стала основной интригой забега. Да и соперницы омичке достались очень сильные. Медалистка Казанской универсиады Алина Прокопьева и обладательница Кубков мира и Европы Ирина Юманова. Обе из чебоксаров. Первую десятку мужчин в лидерах прошли чемпион Кубка России Андрей Миняков и бронзовый призёр омского марафона Бархат Базарбаев. Но к середине дистанции они свои позиции сдали. Серьёзная конкуренция сложилась и на 15-километровой дистанции. Победители здесь автоматически становились чемпионами России. Первым стал новосибирец Игорь Максимов, пробежавший дистанцию за 45 минут и 11 секунд. Ветер на первой половине дистанции он мешал очень, был стрелечный, с порывами, но мне было не очень приятно. На второй половине ветер спину, это было легко. Но силы по дистанции, первую половину надо было пробежать не быстро, а на второй половине попытаться убежать от соперников. Но получилось. Чемпионкой России и победительницей на пятнашке стала Екатерина Соколенко. С личным временем 53 минуты 12 секунд. Это дебют на такой длинной дистанции, второй мой старт на шоссе. И, честно сказать, бежалось очень легко. И просто замечательное состояние, очень понравилось всё, распределяло силы. Ну, да никак я их не распределяла, я просто бежала, пыталась держаться в группе, потом догонять следующего соперника. Всё замечательно прошло. На трассу Сибирского международного марафона вышли представители 15 стран и 37 регионов России. Пробежал 15 километров и экс-капитан сборной России по футболу, серьёзно увлекшийся бегом Алексей Смертин. Я крайне рад, сожалею, что не получил силу просто отсутствия функциональной подготовки достойной. Пробежать весь марафон, потому что сейчас все дистанции, что ниже марафона, они в качестве тренировочного процесса рассматриваются. Ну, вот силу своей сейчас увлечённости. Лидеров 42 километров ждали все. Долгое время у мужчин лидировал петербуржец Алексей Соколов, но вскоре расстановка сил поменялась. На пятки ему наступили Максим Никольников и Андрей Брызгалов. И после 26-го километра битва проходила уже между ними двумя. За несколько километров до финиша 39-летний челябинец пошёл в атаку. Догнал и перегнал своего соперника. Браво! Бег очень тяжёлый, но удалось собраться. Удалось последние три километра дотерпеть и выиграть. Сейчас трасса, я считаю, полегче стала. Бежать должно быстрее, но быстрее не получится. Что до женщин, к этому моменту амичка Марина Ковалёва имела почти двухминутное преимущество у своей главной соперницы, Алины Прокопьевой. Оставалось дотерпеть, не сбавить темп и пробежать самые сложные километры перед финишем. С результатом 2 часа 36 минут и 12 секунд омская бегунья победила в год 300-летия Омска. Лидер женского забега в рамках Сибирского международного марафона 2016. Марина Ковалёва Омс. У меня была установка только выиграть ни на второе место, ни на третье, тем более не просто участие, не приветствовались. Марафон славится всегда непредсказуемостью. Марафон начинается с 30-35 километра и отрыв на начальных метрах дистанции, километрах особого преимущества не даёт. Необходимо просто под конец дистанции удержать скорость, чтобы прийти к финишу первой. На каждом километре дистанции кто-то подбадривает именно по имени. А мячи самые лучшие болельщики. Благодаря их поддержке я могу сейчас гордиться первым местом. Торжественная церемония награждения началась для победителей и призёров 15 километров. Чемпионкой дистанции стала 23-летняя Екатерина Соколенко из Томска. Второе место у её землячки Елизаветы Пахомовой. Третье заняла Гульнара Выговская, представляющая Самарскую область. Чемпионом среди мужчин стал новосибирец Игорь Максимов. Михаил Кульков и Иван Коняев заняли второе и третье места соответственно. Главные призы 27-го сибирского международного марафона вручали его отцы-основатели. Бывшие мячи Дмитрий Хатько, Сергей Гаврилов, а также англичанин Клод Фисикару. Итак, чемпионкой России стала амичка Марина Ковалёва. За ней расположились Алина Прокофьева и Ирина Юманова. Среди мужчин выиграл Андрей Брызгалов. Второе место занял Максим Никольников, третье – Алексей Соколов. Я думаю, город рад, что в марафоне победила амичка Марина Ковалёва. Мы дали возможность проявить себя нашим российским спортсменам, которые, к сожалению, сейчас лишены возможности соревноваться вне страны. Поэтому я не считаю потери в том плане, что у нас нет зарубежных спортсменов, профессионалов. По итогам официальных стартов состоялась пресс-конференция с чемпионами и организаторами. Министр спорта Омской области Константин Подбельский поздравил спортсменов с победой. А представитель легкоатлетической федерации Вадим Злобин отметил. Общая тенденция сибирского марафона на то, что это лидер России в его организации, она не только сохраняется, она находит своё конвердение. Это очень приятно. Мы видим рост в интересах марафона, возвращение, наверное, его на прежнюю позицию. Более 9 тысяч участников, я думаю, красно-речиво говорит о том, что, наверное, август – это, конечно, время более удобное, более удачное для беговых событий. Совмещение с празднованиями, юбилея города тоже создаёт общую атмосферу, общий настрой. И этот настрой передаётся всем, кто выходит на старт сибирском марафоне. Мы аплодируем вам, марафонцам! В ближайшие три года сибирский международный марафон, в том числе юбилейный 30-й, по счёту пройдут летом, в привычную августовскую дату. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова